Видеокурс «Как эффективно работать на мешках». Узнай убойные комбинации, улучши свою физуху бойца, а также узнай, как можно развивать бойцовский IQ. Ссылка в описании под видео. Привет, боец! В этом видеоуроке я хочу тебе показать наработку скорости и силы удара на мешочке, но во взрывной манере и серийно. Это очень тяжелая работа, но она очень полезная и развивает не только скорость удара, но и подвижность, и приучать тебя в такой боевой обстановке. То есть какая суть нашей работы? Работа наша очень простая. Мы будем делать по три ударов. В принципе, это могут быть любые три удары. Я их покажу сейчас на примере для мы. Задача какая? Двигаясь на ножках, ты сокращаешь дистанцию, наносишь три удара, разрываешь дистанцию и сразу, без паузы, сокращаешь с нанесением трех ударов. То есть бить можно и с правой точки, разорвал, сократил, слева, чередовая. Вот такая работа. Сейчас я покажу, как это делается, как у меня получится. Вот твоя работа. В таком режиме бить нужно как можно быстрее сначала. Просто старайся работать на скорость. То есть просто начал, и эти удары не старайся быть сильно, а просто быстро. Та-та-та. Справа. Та-та-та. То есть чем ты легче будешь деть, тем тебе будет легче. Потом, когда ты сможешь так отработать без остановки, три минуты, да, отскакать. Та-та-та. Когда я ушел, та-та-та, отскакал, без паузы, три минуты, тогда уже можно добавлять силу. И уже работать и быстро, и сильно при этом. То есть стараться удары вкладываться максимально, но при этом не теряя свою скорость. Это очень тяжелая работа, очень тяжелая. Она забирает много сил на акцент, ударе, много сил на вот это движение. Челлочки, чтобы не делать, что пробил, сразу пробил, 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 разорвался крылья. И это довольно-таки хорошая работа их на удары. Такие удары можно делать любые. То есть и сапер-котом. Дал, ушел. Та-та-та. Ушел. Та-та-та. И боковые. И коленки, и на ноги. То есть на коленек тоже такая. На фронткике можно это работать. Отлично тут будет. То есть работа на фронты. Ушел. Та-та-та. Так. На ножках назарвал. И сразу опять. Ушел. Та-та-та. Та-та-та. То есть, когда работаешь в ротнике, например, да, то есть тебе надо еще и подстраиваться под мешок. То есть при том, что ты работаешь и на скорость, и на силу, ты еще и чувствуешь дистанцию. Ты учишься чувствовать дистанцию. Это тоже дополнительный плюс к этой работе. И работа коленек тоже может быть довольно интересная. Потому что, когда ты разрываешь и сокращаешь, можно это делать в прыжне с колен. И такая работа. Здесь, в этой работе, главное, легкость на ногах. То есть, чтобы ты все время работал на этом чувачке. Ушел, закрадил сюда. Ушел, закрадил сюда. Как правильно и эффективно работать на мешках, ты можешь узнать из моего конкурса в конце этого видео и в описании под этим видео. Подписывайся на канал, став лайк, если не у с друзьями, жми колокольчиком. Настойчивость и тренировка. Субтитры сделал DimaTorzok